Приветствую каждого зрителя на своем канале, меня зовут Юлиана. До старого Нового года. Возьмите этот фрукт от чужой зависти. В сегодняшнем видео вы все узнаете. В новом году каждому хочется, чтобы удачно складывались дела, а враги и завистники не могли навредить покою и удачливости. К сожалению, иногда рядом оказываются люди, не способные радоваться за успехи других. Зависть к чужим благам может нанести значительный вред и вызвать беспокойство того, на кого она направлена. Ведь часто недоброжелатели не только думают в негативном ключе об объекте своей зависти, радуются даже незначительным его проблемам и неудачам, но и делают конкретные вредящие действия, чтобы лишить человека того, чем он владеет. Иногда завистниками могут быть люди достаточно близкие. Кто-то делает это открыто, кто-то тайно. Но чем более близкий этот человек, тем больше ему известно о нашей жизни, и тем сильнее оказываются последствия его зависти. В этих случаях я рекомендую ставить непробиваемую защиту от чужой зависти и, конечно, по возможности держаться от таких людей подальше. Особенно если проблемы в делах или личных отношениях начинаются внезапно, когда ничто не предвещало беды. Если так происходит и вы не понимаете, кто именно наводит на вас проблемы, то старайтесь не хвастаться, не рассказывать о своих планах, не обсуждать с людьми слишком личные вопросы и не делитесь информацией, которая может быть использована против вас. По крайней мере, до тех пор, пока ситуация не придет в норму. Итак, до старого нового года сделайте защитный ритуал, чтобы недоброжелатели не беспокоили вас в течение всего года. Возьмите любые цитрусовые. Это могут быть лимоны, апельсины, мандарины, символизирующие собой позитивную энергию и радость. Вам понадобится только кожура фруктов. Корочки кожуры порежьте на полоски и отложите в сторону. Далее возьмите салфетки, положите на каждую по несколько кусочков кожуры. Сверху густо посыпьте их крупной, необработанной солью. Разложите по всей квартире. Обязательно одну салфетку положите у входной двери. Если думаете, что есть недоброжелатели на работе, то и там тоже. Когда будете оставлять салфетку, то скажите слова. Пусть силы светлой черной зависти сгоняют, удачу ко мне привлекают, и мой успел берегут. Пусть злые чары меня не возьмут, да будет так. Говорим на каждую салфетку. Слова произносятся только с огромной верой сердца, без неуверенности и страха. Корочки остаются на местах ровно сутки. Далее собираются и нужно вынести обязательно за пределы дома. И вот такая практика обязательно защитит ваш дом на целый год.